МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 29 пожаров с начала года произошло в Сарове. Как уберечь себя от огня? Тера инкогнито. Новая выставка открылась в художественной галерее. «Подкорми зубра» ежегодную акцию запустил Мордовский заповедник. Далее расскажем обо всем подробно. Более миллиона новых студентов появилось в России по итогам приемной кампании. По поручению президента РФ в рамках отдельной квоты в ВОЗы зачислены участники СВО и их дети. Около 8,5 тысяч человек. Ряд учебных заведений принимают таких абитуриентов сверхустановленные квоты за счет собственных средств. Популярностью среди абитуриентов пользуется суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн». Документы через него подали более 375 тысяч человек. Самым популярным у абитуриентов стали направления информатика-вычислительная техника, педагогика и экономика, а также и респруденция и менеджмент. Среди наиболее востребованных ВУЗов по стране РАНХИКС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и Финн-университет. С начала года произошло 17 пожаров по причине неосторожности при курении. Именно человеческий фактор чаще всего приводит к возгоранию. На что обратить внимание и что делать, чтобы не выпустить огонь из-под контроля? Советы огнеборцев в нашем следующем репортаже. На территории города с января по сентябрь произошло 29 пожаров. Это на три меньше, чем в прошлом году. Почти все возгорания происходят от неосторожного обращения с огнем. Это нарушение правил эксплуатации электроприборов, газовых плит, неисправной розетки и курения. Погибших на сегодняшний день в этом году у нас нет. Пострадавшие есть. То есть получили ожоги, но, так скажем, не такие серьезные. Поэтому, слава богу, все обошлось. Чтобы потушить пожар Тома, необходимо сначала обесточить розетки, вытащить вилку. Делать это нужно быстро и без паники. Если же огонь воспламенился за считанные секунды, незамедлительно нужно звонить в МЧС. Самое главное у нас сначала для граждан спасти себя. И хоть и написано во всех правилах принять посильные меры. То есть это не рискуя своей жизнью. То есть у нас город небольшой, приезжаем мы достаточно быстро на все происшествия. Поэтому не нужно рисковать своим здоровьем. Нужно покинуть помещение, сделать все возможное, чтобы эвакуировать всех, кто находится рядом с вами. И, соответственно, ждать, встретить нас и сказать, что где горит, чтобы наша разведка была быстрее проведена и приняты самые первые меры по утушению. Сотрудники МЧС напоминают горожанам, что стоит быть аккуратным с огнем и на садовых участках. Сберечь себя и свое хозяйство от пожара – это не нарушать правила пожарной безопасности. Сжигать мусор, палки и другие вещи в безопасном месте, вдали от легко воспламеняющихся предметов. А также иметь под рукой бочку с водой или огнетушитель. Ирина Вшагородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Посылки в зону СВО можно бесплатно отправить через Почту России. Вес отправления не должен превышать 10 килограммов. При оформлении посылок в адресной строке необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103-400 и адрес – город Москва. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К состоянию на 30 августа уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,33%, а количество зарегистрированных безработных – порядка 6 тысяч. Уголовную ответственность для самокатчиков, если они причинили ущерб здоровью и жизни пешеходов, предложили ввести депутаты Госдумы. Электросамокаты для этого хотят оснастить госномерами. Продажи электросамокатов в России выросли почти в два раза. Одновременно с этим количество ДТП с участием самокатов и число пострадавших от них за первое полугодие 2023 года выросло на 180%. В 100 медиков дефицитных специальностей получили стимулирующие выплаты с начала года. Программа поддержки редких врачей стартовала в конце прошлого года. Тогда она распространялась только на специалистов с высшим образованием. Им выплачивали 1 миллион рублей при условии работы в медучреждении в течение пяти лет. В этом году программа была расширена. В ней могут также участвовать специалисты со средним медицинским образованием. Для них предполагается выплата в размере 500 тысяч рублей. Главная цель программы – восполнить дефицит медицинских кадров. В этом году по программе в наш регион даже пришли специалисты из Санкт-Петербурга, Мордовии, Якутии, а также Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Кировской и Московской областей. Терра инкогнито. Неизведанная земля. Персональная выставка московского художника и архитектора Сергея Мейтува открылась в художественной галерее. В экспозиции представлено около 50 произведений художника, созданных в разные годы в техниках акварели и ассамбляжа. Выставка продлится до конца октября. На 12 октября предварительно запланирована творческая встреча с автором. Подробнее об экспозиции расскажем далее. Терра инкогнито. Неизвестная земля. Так звучит название персональной выставки московского художника и архитектора Сергея Мейтува, которая открылась в художественной галерее. Творчество Сергея состоит из любительских археологических находок. Сломанных часов, гнутых ложек, треснувших чашек, раковин, камней, сухих трав, листьев, цветов и безудержной фантазии автора. Такие, казалось бы, совершенно различные предметы он собирает в композиции потрясающей глубины, от которых сложно оторвать взгляд. Художник составляет из своих воспоминаний, своих находок, из своих коллекций многослойные композиции, наполненные разными смыслами. Они расскажут и о художнике, они расскажут и о предметах, они расскажут и о нас, о зрителях, как мы будем рассматривать эти работы. Художник признается, что больше всего любит в природе маленькие незаметные вещи. И чем они мельче, незначительнее, тем большей радостью, удивлением, состраданием и художественным любопытством наполняется его душа. В экспозиции выставки представлено около 50 произведений художника, созданных в разные годы в техниках акварели и ассамбляжа, коллажа из объемных деталей. Среди таких деталей немало вещей, поживших в земле и сильно пропитавшихся временем. На самом деле выставка необычная, и мне кажется, здесь можно провести много времени для того, чтобы разглядеть каждый-каждый объект в этих работах. Кроме ассамбляжей на выставке представлена графика, это акварель, акварельные этюды. Их почти половина на выставке, но они настолько вписаны в эти объекты, которые здесь расположены, дополнены какими-то находками художника. Неожиданная встреча и визуальное сопоставление высокого пейзажа и бытового коллажа абсолютно искренне раскрывают тему красоты вещей, силы времени и самой сути пейзажного рисунка. Такое необычное соседство рождает четкие, ритмически выстроенные композиции. Выставка «Терра инкогнито-теплая». Для каждого зрителя она может открыть свою шкатулку с воспоминаниями. Придя на эту выставку, мне кажется, зрители еще и по-другому взгляднут на свои собственные коллекции, на свои детские сокровища, которые когда-то они собирали, и сейчас они сложены в жестяные коробочки, открыв которые можно вспомнить и детские годы, и школьные годы, какие-то вещи, которые подарены. Посетить выставку можно в часы работы в художественной галерее. Возрастное ограничение 6+. Дополнительная информация по номеру 70287. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ежегодную акцию «Подкорми зубр» запустил Мордовский заповедник. Сотрудники готовят для животных зимние и подкормочные площадки. Все желающие могут привезти в заповедник продукты или помочь финансово. Подробности далее. Зубропитомник на территории Мордовского заповедника был уже в 1956 году. Это был экспериментальный проект, в рамках которого сотрудники выращивали молодых привезенных особей. В 2005-м последние 9 животных совсем ушли с территории заповедника. Через 14 лет в 2019 году стартовали мероприятия в рамках национального проекта «Экология» и программы по сохранению зубров в Мордовском заповеднике. Сюда привезли 16 животных с Окского заповедника и Мурмского заказника. Сейчас насчитывается уже 30 голов. Тех зубров, которых привезли из питомника, из Окского и Приокского террасного, они знакомы с людьми, они знают, кто такие люди, практически не агрессивны к людям, могут выходить к нам также в поселок. На примере самого старого зубра – это зубр Миграй, который к нам выходит второй год уже в поселок и поедает наших плоды. После того, как зубров привозят из питомников, их помещают в закон на месячный карантин, чтобы животные могли адаптироваться к местным условиям и еде. В этот период за ними наблюдают ветеринары и сотрудники Мордовского заповедника. А после выпуска в общее стадо за особями наблюдает отдел охраны. Зубры – особо охраняемый вид. Они играют важную роль в биологической цепочке. Разносят семена растений на большие расстояния. В природе зубры ходят небольшими стадами – по 10-15 голов. Во главе стада – взрослая самка. Зубры – травоядные животные. Питаются кустарниками, растениями. Поэтому зимой им выживать намного тяжелее. С ноября по март сотрудники Мордовского заповедника организуют им подкормочные площадки. И сейчас запускают ежегодную акцию «Подкорми зубра». Зубры – достаточно крупные животные. То есть у нас самый, например, старый самец, он весит около тонны. То есть достаточно большой. Чтобы прокормить его своими силами, это достаточно трудно. Когда таких 30 голов, особенно есть кормящие коровы, необходима помощь от, грубо говоря, простых жителей. Помочь зубрам можно различными овощами, фруктами или зерном. В дар примут тыкву, морковь, свеклу, капусту, кабачки, яблоки. Также можно перевести деньги на специальный целевой счет по QR-коду, который можно найти в группе ВКонтакте «Заповедная Мордовия». В городе Саранске у нас есть офис «Кронокрасный 30», можно туда обратиться. Если вы живете с другой стороны Мордовии, то можно в Национальный парк Смольный привезти. Тоже у нас есть там пункт сбора. Всех благотворителей отметят благодарственными письмами. Если у вас остались вопросы по акции, обращайтесь по телефону. В здоровом теле здоровый дух. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. В зал приглашают заниматься всех желающих от 12 до 17 лет на бесплатные тренировки. На одном из занятий побывала наша съемочная группа. Правильная поза, дыхание – важно сосредоточиться. Рывок и вот тяжелая штанга взмывает в воздух. В тренажерный зал Клуба здоровья Федор ходит всего год. Но за такой короткий срок уже успел улучшить свою физическую форму. Начинал с базовых упражнений. Валерий Краснов занимается в клубе здоровья уже третий год. Пришел, чтобы подтянуть физическую подготовку, укрепить мышцы, стать сильнее. Немалую роль в успешных занятиях играет атмосфера. Опытные ребята всегда стараются поддержать новичков. Если сюда придет новый человек, то тут есть прекрасный педагог Слана Николаевна. Она обо всем расскажет, все покажет, будет всегда рядом. И все, кто тут занимается, станут друзьями тебе. И тебе будет очень комфортно и круто. Ребята из тренажерного зала часто проверяют свои силы в соревнованиях как клубного, так и городского уровней. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. Центр внешкольной работы приглашает всех горожан, подростков, ребят, которые хотят иметь достойную физическую форму, подготовку, красивую фигуру, в наши тренажерные залы, которые располагаются в клубе «Здоровье», «Мечта» и «Греция». Занятия бесплатные для ребят от 12 до 17 лет. Дополнительную информацию можно получить по номеру 3-37-26. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии для вас работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА